Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем играть в карьеру за игрока, в карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, ребят, продолжайте в том же духе, ну а я буду стараться радовать вас новым контентом. В комментариях спрашивали все чаще, что будет, если ютуб закроют, заблокируют, куда я пойду, что буду делать. Вы, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, не знаю, может быть его тоже заблокируют, на группу ВКонтакте, уж ВКонтакте точно вы меня найдете, если что, там будет пост. Ну а также я зарегистрировался на новой площадке, которая называется Трова, это такой аналог Твича, потому что сейчас с каждым днем что-то меняется, ребята. Вчера отключили монетизацию для российских каналов, так же, как и всю рекламу, сегодня вроде как заблокировали все выплаты на Твиче для ребят с российского региона. В общем, каждый день что-то новенькое, поэтому, ребята, подписывайтесь туда. Если по какой-то причине ютуб заблокируют, то я запущу там трансляцию и, собственно, поболтаем с вами и будем уже думать, что же будет дальше. Но будем надеяться, что хотя бы ютуб даже без монетизации пока что будет оставаться здесь. Возможно, кстати, я запущу как-нибудь на днях трансляцию на ютубе, что же с вами поболтаем. Но на какие-то отвлеченные темы, поиграем, может быть, также в FIFA. Пока не знаю, пока не знаю, что будет дальше. В общем, стараюсь не загадывать, стараюсь не забивать себе этим голову. У вас, ребята, если есть какое-то желание меня поддержать, также есть Donation Allers, который был на трансляциях постоянно. И также вы можете, собственно, сабнуться платно на канал. За это вы получите там значок, смайлики, всякие плюшечки. Но это исключительно, ребята, в ваших каких-то интересах. Я никого не принуждаю, потому что сейчас время тяжелое. И всем нужны, ребята, средства. Кому-то, может быть, даже просто на существование. Потому что сейчас очень и очень все непросто. Но, ребята, не будем сейчас об этом. У нас сегодня полуфинал Лиги Чемпионов. И там мы попали на Манчестер Сити. Не попали мы на Челси. Челси встречается с Мадридским Реалом. Сегодня, ребята, также у нас матчи в чемпионате. Но большинство из них, наверное, я просимулирую. Потому как там все соперники с нижней части турнирной таблицы. Многие также спрашивали показать таблицу голов. Вот так вот выглядит, ребята, статистика. У нашей команды забито 82 гола. А самое, что интересно, то что 62 мяча забили Джеймс Дэвис и Исак на двоих. То есть 20 голов это другие ребята, типа Майера, еще кого-то. Ну а вот 62 гола из 82 это Исак и Джеймс Дэвис. Также давайте быстренько пролистнуть до самого конца, кто здесь вообще есть. Ну и, собственно, давайте тогда смотреть, как наша команда сыграет с Кальяри у себя дома. Видимо, что заперник подуставший. У нас тоже есть усталость у обороны. Но, ребята, это не мешает нашей команде выиграть. Здесь Джеймс Дэвис делает дубль и Дефрута забивает еще один гол. Что касается, ребята, также новых карьер на канале. Я планирую различные карьеры, но сейчас не всегда есть какое-то, знаете, эмоциональное желание снимать что-то новое. Джеймса Дэвиса я как по накатанной просто пишу. Иногда просто отключаюсь. И вот серия получается, как и, можно сказать, раньше. Но все остальное время какое-то иногда бывает угнетение, и создавать что-то новое просто иногда нет желания. Ну а также меня спрашивают по поводу WWE, который должен совсем скоро выйти. С ним, ребята, пока я не знаю, как там будет. Я хотел вчера записать Gran Turismo 7. Написал Sony. Они мне сказали, что игру перенесли на неопределенный срок. И все даже ребята, у которых были предзаказы, их вернули. Вроде как для урегулирования цен. Не уверен я, что с WWE такой фишки не будет. В Steam игру пока вообще не купить. А что будет у Sony, я не знаю. Да и пока тратить, скажем так, тысяч шесть на игру в наше время, это не очень здорово. Так что будем смотреть. Может быть, конечно, так скажем, обходными путями получится ее достать. И будем, ребята, пробовать. Ну а так, пока идет карьерка за игрока, ее я не останавливаю. Ну и, наверное, скоро уже, может быть, на следующей неделе что-то новенькое еще будет. Ну а сейчас, ребята, усадывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек. И давайте отправляться на игру против Манчестер Сити. Там у нас, ребята, в нападении Влахович. С ним мы творили чудеса в Челси. Ну а теперь мы играем друг против друга. Давайте-ка сменим форму. Поставлю я нашу черную, которая мне очень нравится. И, собственно, тогда будет нормально видно игроков на поле. Ну и нам нужна, ребята, победа. Нужны три очка. Погнали. Я также продолжаю читать комментарии с вашими предложениями по различным командам. И, на самом деле, очень много интересных вариантов вы предлагаете из разных лиг. Кто-то продолжает просить РПЛ, но РПЛ, ребята, скорее всего, сейчас не будет. Потому что, ну, была РПЛ-ка с Зенитом два сезона. И, честно скажу, сами игры РПЛ, они уже поднадоели. Поэтому я больше склоняюсь к карьере за какой-то другой клуб, за какой-то другой чемпионат. И все больше склоняюсь, наверное, к команде из второго дивизиона, о котором я вам говорил. Потому как это, мне кажется, будет более интересно. И хочется сделать какую-то карьерку, ребята, которая будет похожа на карьеру за лиц Юнайтед. Чтобы это было и сложнее, чтобы это было и интересней, а не просто взять Гранда. И, как это часто бывает, за сезончик все разнести и все. Но будем, скорее всего, играть на PlayStation 5. Поэтому там за счет фишечек Hypermotion, я думаю, карьера будет поинтереснее. И здесь уже, смотрите, Манчестер Сити создает первый опасный момент. Это Фил Фодан. Передача на Торреса. Он залетает в штрафную. Это пенальти, ребята. Это пенальти. Мяч попадает в руку Гарсии. Ну вот кто-то говорит, что я пользуюсь читами, попадая в руку игрокам соперника. Но вот иногда и в наши ворота ребята 11-метровые ставят. И смотрим сейчас, как Влахович будет реализовывать в момент удар. И он не попадает. Вот это начало. У нас 10-я минута. И снова хозяева идут в атаку. Сити довольно активно. Пошли вперед. С самых первых минут. И здесь снова успевает наша оборона опередить. По-моему, это Фил Фодан летел к воротам. И пытался пробить. Мы пока середину поля не можем преодолеть. Рахим Стерлинг. Еще один дальний выстрел. И снова, ребята, мы отбились. Ай-яй-яй. Долго. Дэвис. Влахович. Опасная передача. Спасает голкипер и еще один угловой. Ну что, 20 минут пока отбиваемся. Гравенберг пробивал. Но вот чувствуется, что усталость в нашей команде сейчас немножко сказывается. Манчестер Сити посвежее, поактивнее. Еще одна передача. Ой-ой-ой-ой-ой. Повезло. Здесь просто повезло, что мяч вот так вот отскакивал. Сейчас наша команда играет точно так же, как первый матч против Баварии. Мы не можем забить быстрый гол. И, возможно, из-за этого не получается игра. Ну сейчас Джеймс Дэвис. Хороший отбор. Передача на Исака. Давайте, давайте, ребята. Нужно добавлять. Джеймс Дэвис. И снова потеря. Джеймс Дэвис. Отлично. И вот здесь. Ну передачку поточнее. Я не знаю, кто у нас там на правом фланге. Я не обратил внимания. Но уже несколько раз атаку мы, конечно, там запарывали. Пока 0-0. Первый тайм завершен. Честно скажу, ребят, такую статистику я вижу вообще в первый раз у нашей команды. 10-0 по ударам в пользу Манчестер Сити. Я уж не знаю, где, конечно, насчитали 10 ударов по нашим воротам. Мне кажется, столько и не было. Но если написано, значит, так оно и есть. Исак. И штрафной удар. Это тоже неплохо. И может быть карточка. Нет. Джеймс Дэвис подходит к мячу. 51-я минута. Я, ребята, не мастер стандартов. И посмотрим сейчас, что получится сделать. Джеймс Дэвис. По-другому. Пока все перекрываем. Пока у соперника особо нет каких-то моментов. Вот сейчас опасно. Влахович. И мяч у него выбили из-под ноги. Джеймс Дэвис. А вот теперь можно бежать вперед. Дэвис. Есть силы. Бастоник против него. Передача в центр на Исака. И Исак как-то тоже не очень уверенно действует. Уже пробежал эту передачу. Снова Гравенберг. Джеймс Дэвис пришел помочь. Хорошо. Дэвис. Разгоняем атаку. Паст на Исака. Ну и надо поддерживать партнера. Джеймс Дэвис. Неваша встретили. А если бы он сделал паст туда левее, там была свободная зона. Последней 10-ти минуткой Торрес понесся вперед. Дальний удар поворотом. Оффсайда нет, поскольку мяч отскочил от футболиста нашей команды. Еще одна подача в штрафную. Здесь все спокойно. Галкипер забирает мяч намертво. А куда ты выбрасываешь мяч? Никто его не просил. Влахович также поле покинул. И еще один пенальти. Ну серьезно? Да. Сейчас, мне кажется, все-таки Сити забьет. Гонсалес поле покидает. Именно ему в руку мяч попал. Морена у мяча. Разбег. Удар. И он забивает. 1-0. Манчестер Сити за 3 минуты до конца все-таки реализует большинство своих моментов. В один забитый мяч не выходит вперед. Нам нужно что-то перестраивать на вторую игру. Потому как сейчас игра вообще не клеилась. Не было с первых минут, например, кого? Да много кого не было. Кого можно было бы выпустить. Да и плюс, не лучшим образом выглядела физическая форма нашей команды. Две минуты осталось. Две минуты осталось. Две минуты. Две минуты Джеймс Дэвис пошел в атаку. Ну же, передача в центр. Неваш! 1-1! Ребята, ну вот хотя бы так. За счет усилий Джеймса Дэвиса мы нашли передачи Неваша и он попал. Вот он тот самый момент, о котором я говорил. Который мы сможем найти в этой игре. Но, к сожалению, мы нашли его только после того, как пропустили. Ну и Эдерсон был не готов. Сегодня практически не было моментов у его ворот. Но он, ребята, пропускает. Это ничья 1-1! И все будет решаться в ответной игре. Сейчас у нас, ребята, игра против Самдори и дома. И мы в трех очках от Ювентуса. Они уже провели свою 35-ую игру. Ну а мы как раз сейчас будем ее симулировать против Самдори. И смотрим, как она завершилась. И будем надеяться, что наша команда выиграла. Победа 2-1! И здесь Фолланд и Дефрута забили по голу. Ответная игра против Манчестер Сити. Давайте смотреть на стартовые составы. А также на физическую форму. Но снова, как мы видим, у нашей команды небольшая усталость. А, ребята, Манчестер Сити полон сил. Но в первой встрече мы сыграли в ничью. Посмотрим, как сейчас будет действовать наша команда уже в родных стенах. Поехали! В FIFA я довольно часто замечаю то, что команда может играть очень сильно, например, у себя дома. И довольно слабо в гостях. Ну или наоборот. У нас были очень часто такие матчи, когда, например, дома мы играли ужасно, а на выезде просто разрывали соперников в пух и прах. Что будет сейчас, никто не знает. Но, ребята, нам нужно выигрывать, если мы хотим пройти в финал Лиги Чемпионов. Джеймс Дэвис уже несколько раз был в финале, но ни разу так и не смог выиграть. Пас на Джеймса Дэвиса. Здорово. Третья минута. Дэвис. Надо бить. Удар. И гол, ребята! Вот это мяч! Как же Джеймс Дэвис закинул в дальний Эдерсону. Это было очень красиво. Четвертая минута. И Джеймс Дэвис заряжает. Исак увидел нас на фланге. Мы заскочили в штрафную. И с правой бахнули в дальний угол. Здесь никаких шансов у Эдерсона. Он не успевает среагировать. И вот так вот быстро на четвертой минуте мы забиваем свой 12-й гол в 11 играх. В Лиге Чемпионов Джеймс Дэвис наклепал тоже уйму голов. Ну и давайте смотреть, чем ответит на этот гол Манчестер Сити. Мы снова на отскоке. Пошла подача. Галкипер играет кулаками. Ну а здесь все спокойно. Это Майер. Можно сыграть дальше. Подачка будет. Надо бить. И Эдерсон каким-то чудом просто уже сидя на пятой точке смог ногой отбить. Посмотрите, такое ощущение, что он не ожидал удар. Хотя нет, сложился. Показалось, будто он просто крутился на месте. Джеймс Дэвис. А что если подать сейчас? Подача есть. Дальний выстрел Майера. И вот уже смотрите, совершенно другая игра. 20 минут и наша команда играет дома гораздо лучше, чем на выезде. Джеймс Дэвис. И снова Эдерсон. 25-я минута. Рахим Стерлинг. Мяч потерял. Это Майер. Передача на Джеймса Дэвиса. Дэвис. Хороший перевод мяча на левый фланг. Удар по воротам. Пенальти не будет. Ну а здесь зачем было бить? Надо было скидывать. Не останавливается игра. Просто команды несутся то в одну атаку, то в другую. Это Карвахаль. Пролетел полполя. Видит Фодена. Снова Карвахаль. Влахович. И только лишь угловой. Это Влахович. Передача на Фила Фодена. Забегает Рахим Стерлинг. Дальний удар по воротам. 1-1. Это Фил Фоден. Вот и он классно. Как рукой на 41-й минуте. Закидывает мяч в дальний угол. И счет становится, ребята, снова равный. Здесь уже, наверное, наши защитники ждали передачу. А Фоден шикарно исполнил слевой. Таким небольшим черпачком туда закинул. Это его второй гол в 11 играх. И вот так вот на 41-й минуте счет снова становится равный. 1-1 и 2-2 по сумме двух игр. Две минуты добавил главный арбитр. Манчестер Сити снова идет в атаку. Это Влахович. Его удар по воротам. И тут уже тащит голкипер. Карамок чуть-чуть выше мяч пойти. И это было бы, ребята, я думаю, очень печально для нашей команды. Еще одна подача. Джеймс Дэвис. Нужно просто сейчас придержать мяч. И выходить уже во втором тайме на игру. На сей раз у нашей команды чуть больше момента в первом тайме. Но счет-то равный. 1-1. Манчестер Сити уже воспользовались своим немногочисленным моментом. Реализовали его. Джеймс Дэвис. Здорово. На левом фланге есть партнеры. Доходят передачи. Дэвис. Черпачок в центр. Исак бьет поворотом. Жаль не ногой. Но по-другому он и не успевал. Джеймс Дэвис. На рывке заскочил в штрафную. Удар Дэвиса. А что, пенальти нет? Нет, арбитр молчит. Не было попадания мяча в руку. Влахович забрасывает на Тороса. Торос. Бьет поворотом. Удар заблокирован. И нельзя выключаться сейчас. Хорошо. Джеймс Дэвис. Неплохая передача налево. Исак Дэвис. И вот здесь чуть бы поточнее сделал Дэвис. Упас Исак. И я думаю, можно было бы выскакивать. Один на один. Но в итоге выскакивает Ферон Торос с Влаховичем. И снова блокируют. Снова блокируют. Но никак мы не можем выйти. Блакович. Его встретили. Тоненькая передача. Раким Стерлинг. 2-1. Последние минуты очень здорово, конечно, Сити начали поддавливать. И здесь Раким Стерлинг, выскочив один на один, не растерялся и реализовал этот момент на сто процентов. У нас замена. И остается 10 минут. 10 минут для того, чтобы хотя бы выйти, может быть, в дополнительное время. Джеймс Дэвис пошел в атаку. Его цепляют за ногу. Это штрафной. И это, ребята, шанс. Это шанс. Это точка, откуда мы забивали в аварии. Еще одна замена. Ну что, посмотрим, на что способен Эдерсон. Дальний выстрел. Дэвиса вынимай! Ребята, вот это галешник! Это тоже наша домашняя заготовка. И посмотрите на футболистов Манчестер Сити. Просто посмотрите на них. Как же Дэвис зарядил. Это просто фантастика. Шведкой закручивает в дальний угол. Никаких шансов у Эдерсона. И это 2-2. 2-2 за 4 минуты до конца. Понятное дело, что это не победный мяч. Понятное дело, что играть даже в дополнительные два тайма нам будет очень сложно. Но это надежда. Это надежда, которую дарит ребята Джеймс Дэвис. Фил Фодден покидает поле. Сабицер выходит вместо него. Посмотрите, какие футболисты находятся сейчас в составе Манчестер Сити. Удар по воротам. Еще один угловой. Мне кажется, если бы мы забили гол чуть раньше, то вот эта дизмораль Манчестер Сити, она бы нам сыграла на руку. Ну а так. Они очухались в перерыве. Еще один момент. Джеймс Дэвис. И вот теперь нужно бежать. Дэвис. Качнул соперника. Дэвис. Ускоряется сейчас. Залетает в штрафную. Пас на Исака. Нет. Нет. Это Гонсалес пробивал. Там подключился партнер. А вот и Асенсио появляется вместо Феррона Торреса. Ребята, у нас, конечно, таких игроков в составе нет. Мне кажется, сейчас просто свежесть на стороне Манчестер Сити. Они посвежее выглядят. И за счет этого, может быть, поактивнее пойдут в атаку. И посмотрите, у Влаховича-то вообще нет усталости. Асенсио свеженький. Но вот пас от Влаховича до него точно мне дошел. Одну минуту добавил главный арбитр. И передача на Исака не прошла. Ну что, свести. Свести арбитр. Это пенальти. Джеймс Дэвис подарил надежду нашей команде. Но сможем ли мы забить сейчас? Он берет разбег, бьет по воротам и забивает гол. Влахович. Влахович попадает в перекладину. Исак. Эдерсон спасает. Ну что за пижонство? И снова штанга. Пока, ребята, нам везет. 2-1. Челхан Аглу. И он тоже попадает в перекладину. Но Эдерсон дотянулся. Сабицар. Здесь уже мяч от штанги залетает в ворота. Майер. Мяч в сетке. Рахим Стерлинг. Это пижонство Стерлинга. Сейчас, если мы забиваем, ребята, то все заканчивается и мы проходим финал. Схватились за голову болельщики. Разбег. Удар. Мяч летит мимо. Нужно тащить. Есть еще момент. Это Асенсио. Он только недавно вышел. Он еще не вошел особо в игру. Асенсио. Разбег. Вратарь потащил, ребята. Мы выходим в финал. Надежда Джеймса Дэвиса. В концовке основного времени помогает нашей команде по пенальти пройти Манчестер Сити, которые, признаюсь, были сильнее на протяжении двух игр. Но мы выстояли. Где-то реализовали то, что смогли создать. И по пенальти удача нам улыбнулась. Асенсио не забивает. Тащит наш голкипер. И мы выходим в финал. Ну а в финале, друзья, мы встретимся с Челси, которые прошли мадридский Реал со счетом 3-1. Игра против Дженуа в чемпионате мы сравнялись с Ювентусом. И давайте сейчас сыграем эту игру. Ну а уже в следующей серии мы, наверное, завершим как раз сезон в Интере и посмотрим, чем все завершится. Вот так вот выглядят стартовые составы команд. И, ребята, поехали. Все-таки, ребята, Джеймс Дэвис сумеет переламывать ход матча. И, возможно, этот пушечный выстрел при розыгрыше штрафного как раз-таки внушил уверенность в наших игроков и немножко осадил футболистов Манчестер-Сити. Но сейчас у нас не менее важный матч. Это игра против Дженуа. Хоть они идут на 13-м месте, но, ребята, мы боремся с Юве. Мы сравнялись. Пока они идут на первой строчке. Но обидно на самом деле будет это, наверное, завершить вторыми в чемпионате при равенстве очков. А здесь первая желтая карточка. Вот так вот сразу же на третьей минуте Дэвиса сдерживают только лишь нарушение. Неплохо он уходил от соперника, но его заплели ногами. И это штрафной. Дальний выстрел Дэвиса. Каркас ворот спасает. Исак не успевает на добивании. Каркас ворот сыграл за соперника. И Дженуа начинает идти вперед. Опасно. Отбились. А мы ждем Майера. Майер здорово подключился в атаку, но голкипер прочитал. Ювентус в своем матче выигрывает. 1-0. У нас пока ничья. И Джеймс Дэвис мог забить, но, к сожалению, сделать этого в первом тайме не получилось. Но и пропустить мы так же могли. Дженуа действует очень неплохо. Здорово. Дэвис. Нам вот теперь надо бежать. Джеймс Дэвис. Удар в дальний. Дэвис реализует момент. Вот она, ребята, игра Джеймса Дэвиса. 62-я минута. 1-0. Здесь уже в соло все реализовали. Не стали дожидаться партнеров на ложном замахе. Убрали защитника, прицелились в дальний и поразили его. Но вот уже и Дженуа несется в нашу штрафную. Дойдет ли дело до удара? Нет. Мы смогли отбиться. Джеймс Дэвис. Пас на Исака. Снова Дэвис. Разгоняем атаку сейчас уже через правый фланг. 70-я минута. Дэвис развернулся. Удар Дэвиса. И уже вратарь спасает. Опасная атака. Дженуа. Прострел в центр штрафной. Наши защитники снова отбиваются. И тут же Джеймс Дэвис и Исак пытаются организовать быструю контратаку. Раскачиваем соперника. Прошла передача. Неваш. Майер. Исак. Удар. 2-0. Ребята. За 10 минут до конца мы забиваем второй. Это очень важный мяч сейчас. Потому что любая контратака Дженуа могла оказаться голевой. И нам неплохой задел в два мяча бы сейчас не помешал. Было там нарушение, но мы продолжили атаку. Арбитр это увидел. И здесь Исак реализует свой момент. 81-я минута. Вальеха покидает пули. 2 минуты добавил главный арбитр к окончанию этой встречи, ребята. Мы побеждаем. Мы зарабатываем 3 очка. И продолжаем непростую борьбу против Ювентуса в чемпионате. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok